В Дворцовой площади Петербурга уже всё готово к концерту Мадонны, который начнётся через пару часов. Для Поп-Дивы это второй визит в Россию. Три года назад она дала свой первый концерт в Москве, и тогда страсти кипели нешуточные. Культурная столица встретила певицу спокойнее. Все основные страхи были связаны со звуком. Не повредит ли он Эрмитажу? Илья Федосов собрал информацию. С приездом Мадонны её петербургские поклонники разделились на две категории. Те, которые мечтали увидеть Мадонну на сцене, и те, которые надеялись встретить её у гостиницы. Последним воплотить свою мечту в жизнь оказалось значительно сложнее. Менеджмент Мадонны приложил все усилия, чтобы защитить личную жизнь поп-звезды от любопытных глаз. До последнего момента не было известно, каким рейсом Мадонна прибудет в Петербург и в какой гостинице остановится. Поклонникам приходилось лишь гадать, потому что в Петербурге много гостиниц с президентскими люксами. Но ближайшая к Дворцовой площади – гостиница Астория. Там примерно полчаса назад в ожидании певицы собралась толпа. Но не чрезмерная, человек 200. Почти все с фотоаппаратами. По городу уже пронёсся слух, что Мадонна приехала в Петербург с детьми и со своим новым близким приятелем. И что как раз у Астории их недавно засняли папарацци. Меры безопасности предпринятой милиции можно назвать беспрецедентными. Дворцовую площадь оцепили, а движение на прилегающих улицах перекрыли за 4 часа до выступления Мадонны. Бесплатно послушать, а тем более снять на видео концерт практически невозможно. Это самая ближняя точка перед оцеплением, да и отсюда виден только краешек сцены. В преддверии концерта не обошлось без намёков на скандал. Как известно, Эрмитаж традиционно выступает против проведения таких мероприятий на Дворцовой площади. И это не зависит от уровня и стиля предлагаемых исполнителей. Мы заставляем страховать в пользу третьих лиц. И уже мы всех научили, приучили к этому. Мы меряем звук, определяем звук, и мы своими исследованиями определяем тот уровень звука, который возможен. Мы запрещаем пиротехнику и так далее, и так далее. Люди подписывают, те, кто подписывает эти договоры, они, как правило, это выполняют. Тем не менее, после долгих споров стало ясно, что концерт состоится, так как организаторы согласились с предложенными Эрмитажем условиями и оформили все возможные виды страховок. При этом аппаратура расположена так, чтобы не наносить ущерб памятникам архитектуры. Сцена стоит таким образом, чтобы звук уходил в парк. Он не бьется никаким образом для Эрмитажа. И также вот эти конструкции, которые построены, они прежде время как бы сидят для людей, но они тоже отражают звук. Эрмитаж никаким образом, он не страдает. Мадонна стала первым исполнителем, организатором концерта которого заплатили за аренду Дворцовой площади. Этого потребовало местное законодательное собрание. Плата символическая, несколько десятков тысяч рублей. Примерно стоимость одного билета в вип-ложу. Добавлю, что самый дешевый билет на концерт Мадонны стоит две тысячи рублей. И, конечно, особую пикантность ситуации придает День ВДВ. Все-таки это еще сотни заинтересованных, пусть и не всегда трезвых зрителей. Как нам удалось выяснить из личных бесед с ними, певицу Мадонну бойцы ВДВ уважают. И особенно сильное впечатление на них произвел тот факт, что турне стики инсуит, липкое и сладкое, длится уже почти год. И при этом Мадонна, несмотря на усталость, все-таки решилась приехать в Петербург и выступить здесь именно 2 августа. Илья Федосов, Сергей Воробьев, Тимур Зеленков, НТВ, Петербург.